Доброе утро! Сегодня понедельник, 12 октября, в эфире новости ОТС в студии Ксения Чернушевич. Когда проведут демонтаж погребов в Ленинском районе, где хотят работать выпускницы новосибирских вузов и с кем сразятся баскетболисты в Новосибирском, расскажем сегодня в выпуске. Куйбышев в огнях. Юные инспекторы вышли на улицы города, чтобы провести флешмоб. Для этого школьники надели светящиеся жилеты, браслеты, значки и даже сережки. Таким образом, госавтоинспекторы хотели напомнить участникам дорожного движения о необходимости носить светоотражающие знаки на одежде в темное время суток. В флешмобе участвовали 15 юных инспекторов. Это был эксперимент. В следующий раз организаторы обещают привлечь больше народа. Деньги на организацию самозанятости в селе. 10 болотинских безработных граждан получили субсидию на развитие подсобного хозяйства. Чуть больше 80 тысяч рублей областной бюджет выделяет только тем, кто обязуется зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Еще недавно безработный Евгений Боженок мечтал о своем бизнесе. Сегодня он уже индивидуальный предприниматель, а в будущем и работодатель. Пока возьмем их штучек 10 с козлом, доильный аппарат, примем на работу доярку, будем изготавливать сыр и продавать молоко. На 82 тысячи рублей Евгений купил скот. Личные сбережения потратил на доильный аппарат и отремонтировал двор. Но прежде чем осуществить задуманное, мужчина написал бизнес-план и защитил проект в центре занятости. Кроме Евгения, разводить коров и свиней начали еще 9 предпринимателей. Все эти граждане на сегодняшний день уже являются индивидуальными предпринимателями. Будут они развивать свою деятельность именно в сельской местности. То есть преимущественно в этом году мы выдали помощь на развитие сельского хозяйства. Безработных в районе поддерживают ежегодно. Благодаря областным и районным программам в Болотном успешно развивают и не только подсобные хозяйства, но и салоны красоты, фитнес, спортклубы и даже звукозаписывающие студии. Только в сентябре 2015 в районе зарегистрировали 10 новых налогоплательщиков. Мария Рафеева, Михаил Кауров, Новости ОТС. Демонтаж погребов. Сегодня администрация Ленинского района Новосибирска будет сносить погреба, самовольно размещенные с жителями, в непосредственной близости от территории детского сада номер 238 на улице Забалуева. Погреба препятствуют реконструкции дошкольного учреждения, а также являются нарушением архитектурных и строительных норм. 87% выпускниц новосибирских вузов не прочь работать в серии информационных технологий. Две трети опрошенных предпочитают смежные позиции – менеджер по работе с клиентами, маркетолог, системный аналитик или специалист по продажам в IT. А треть девушек хотят попробовать себя непосредственно в роли программистов и системных администраторов. В первую очередь, дам привлекает динамичность и перспективность сферы IT, возможность решать интересные задачи и хорошо зарабатывать. О спорте. За новыми победами баскетболисты Новосибирска сегодня начнут поход за медалями Суперлиги. Наша команда на своей площадке примет Парму. В прошлом году с пермяками подопечными Владимира Федорова выпадали тяжелые матчи – два в кубке и два в чемпионате. Напомню, Новосибирск открыл сезон в начале октября кубковыми играми с сибирскими командами. Сегодня земляки возьмут старт в чемпионате Суперлиги. Начало матча в 19.00. Начинаем с Парма. И это принципиальный соперник, команда, которая на самом деле в этом году усилилась. Взяли очень хорошего центрового. И у них сейчас парочку полевых игроков. И у них ротация больше, чем в прошлом году. Где-то в прошлом году их не хватило на концовку чемпионата. К этой минуте у меня все новости. С вами была Ксения Чернушевич. Оставайтесь на нашем канале и увидимся. Новости ОТС О развитии подсобного хозяйства, присяге первоклассников и шахматных победах новосибирской сборной расскажем сегодня в выпуске. Куйбышев в огнях. Юные инспекторы вышли на улицы города, чтобы провести флешмоб. Для этого школьники надели светящиеся жилеты, браслеты, значки и даже сережки. Таким образом, госавтоинспекторы хотели напомнить участникам дорожного движения о необходимости носить светоотражающие знаки на одежде в темное время суток. В флешмобе участвовали 15 юных инспекторов. Это был эксперимент. В следующий раз организаторы обещают привлечь больше народа. Деньги на организацию самозанятости в селе. 10 болотинских безработных граждан получили субсидию на развитие подсобного хозяйства. Чуть больше 80 тысяч рублей областной бюджет выделяет только тем, кто обязуется зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Подробности далее. Еще недавно безработный Евгений Боженок мечтал о своем бизнесе. Сегодня он уже индивидуальный предприниматель, а в будущем и работодатель. Пока возьмем их штучек 10 с козлом, доеденный аппарат. Примем на работу доярку. Будем изготавливать сыр и продавать молоко. На 82 тысячи рублей Евгений купил скот. Личные сбережения потратил на доильный аппарат и отремонтировал двор. Но прежде чем осуществить задуманное, мужчина написал бизнес-план и защитил проект в центре занятости. Кроме Евгения, разводить коров и свиней начали еще 9 предпринимателей. Все эти граждане на сегодняшний день уже являются индивидуальными предпринимателями. Будут они развивать свою деятельность именно в сельской местности. То есть преимущественно в этом году мы выдали помощь на развитие сельского хозяйства. Безработных в районе поддерживают ежегодно. Благодаря областным и районным программам в Болотном успешно развивают и не только подсобные хозяйства, но и салоны красоты, фитнес, спортклубы и даже звукозаписывающие студии. Только в сентябре 2015 в районе зарегистрировали 10 новых налогоплательщиков. Мария Рафеева, Михаил Кауров, Новости ОТС. Они еще не умеют читать и писать, но уже знают команды «Становись, равняйся, смирно». Первоклассники Ярковской школы номер 3 Новосибирского района приняли присягу. Елена Медведик познакомилась с юными кадетами. «Дорожить честью и званием кадета МЧС. Клянемся! 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 Клянемся!» Отряд первоклашек принимает присягу. Непоседам пока еще сложно держать равнение на середину, но стараются не ударить лицом в грязь. Громко и четко повторяют слова клятвы. Уже сейчас понимают – кадет – это звучит гордо. Не все ходят в форме, а у них погоны с двумя буквами «К» – это кадетский корпус обозначает. Но это говорит о многом. То есть погоны, они, скажем так, дисциплинируют, но вообще форма сама по себе. В Ярковской школе номер 3 у первоклашек есть выбор – учиться, как все, или пополнить ряды кадетов. Он хочет быть пожарным, хочет быть в МЧС России. Он уже знает, что у них там есть майор, он уже это прекрасно понимает. Как он мне говорит, он нас держит в яжовых рукавицах, ему все это нравится. Педагоги кадетских классов уверены – в начальной школе главная дисциплина. Выработать правильное отношение к форме и российскому флагу, знать свой герб и гимн – все это с первых дней обучения. Потом строевая подготовка, усиленные занятия спортом, спецпредметы. Кураторы-бойцы МЧС организуют экскурсии в пожарной и спасательной части, объясняют, каким должен стать настоящий кадет. После торжественной церемонии возложения цветов к памятнику пожарным и спасателям. Впрочем, у этих детей перед глазами есть реальный пример. Их наставник – боевой офицер. 20 лет отслужил в спецназе. Теперь смысл жизни – работа с детьми. Они подвижные, они интересные. Очень многому у них учишься. Да и просто интересно с ними заниматься. Никто, кроме нас, не будет растить наших детей и делать этот мир лучше, чище и добрее. «Жизнь Родине – честь никому» – девиз людей в погонах. Эти ребята в начале кадетского пути. И только им решать, какой дорогой пойти. Елена Медведик, Александр Егоров, Новости ОТС. Сборная Новосибирской области по шахматам покорила Большой Алтай. Наши спортсмены одержали победу в третьем международном командном турнире по классическим шахматам в Рубцовске. В борьбу вступали в шесть команд и в 16 игроков в каждой. Из России, Казахстана и Монголии. Набрав 10 очков, сборная Новосибирской области выиграла все пять матчей. Второе место заняли представители Алтайского края – бронза Омичей. К этой минуте у меня все новости. С вами была Ксения Чернушевич. Оставайтесь на нашем канале и увидимся. Доброе утро. В эфире новости ОТС в студии Ксения Чернушевич. Прямо сейчас расскажем, кто прошел обучение в авиационном учебном центре Толмачева, какую акцию провели в Куйбышеве и во что играют правоохранители. Подешевел на 3%. Стоимость минимального набора продуктов Новосибирской области по итогам сентября составила 3795 рублей 2 копейки. По сравнению с прошлым месяцем она снизилась на 3,2%. Однако с декабря 2014 выросла на 5,7%. Особенно в цене выросли хлеб, крупы и макаронные изделия. Следом идет молочная продукция. Минимальный набор продуктов питания рассчитали на одного мужчину трудоспособного возраста. Корзина включает в себя 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов. Во время исчисления использовали среднюю стоимость по региону. Аэропорт Толмачева организовал обучение для специалистов аэропорта в Сибири. На базе нашего учебного центра разрешена первоначальная подготовка и повышение квалификации. В сентябре подготовку прошли специалисты из Улан-Удэ и Иркутска. А сейчас более 40 специалистов из Томска проходят выездное обучение. По завершении курса авиационный учебный центр аэропорта Толмачева выдает удостоверение и сертификат. Необычную акцию провели в Куйбышевские госавтоинспекторы и школьники. Для водителей и пешеходов они устроили флешмоб. Побывала на нем Надежда Гутова. На улицах города в темное время суток. Эти ребята бывают редко, но сегодня особый повод. Мне интересно, хочу пропагандировать правила дорожного движения, чтобы дети были в безопасности. Чтобы было видно детей и взрослых, когда они идут в ночь, когда светят там машины или что, и они светятся в темноте. Участников акции горожане видели издалека. В темноте светились жилеты, браслеты, значки и даже сережки. Флешмобом школьники и госавтоинспекторы хотели напомнить участникам дорожного движения о необходимости носить светоотражающие знаки на одежде в темное время суток. Дети с большим удовольствием согласились участвовать в данной акции. Вы видите, они очень упорно готовятся. Танец сочинялись, они сами готовили танец. И с большим удовольствием пришли на данное мероприятие. Мария Леймер на таком необычном представлении впервые. Вместе с бабушкой они решили обязательно купить светоотражающий браслет. Потому что на дороге можно машина задавить. На остановке смотрим, слышим музыка. Играет подошли. Интересно, конечно, ребенку интересно. В флешмобе участвовали 15 юных инспекторов. Это был эксперимент. В следующий раз организаторы обещают привлечь больше народа. Надежда Гудова, Андрей Лебедев. Новости ОТС. Они спеть и сплясать могут на зависть молодым. Сегодня участники клубов общения Кайлованского района собрались на фестиваль элегантного возраста «Серебряная прядь». Он стал уже 12-м традиционным творческим смотром талантов среди ветеранов труда. Кайлованские непоседы, Горенко, Ивушка. Всего 16 клубов общения участвуют в фестивале «Серебряная прядь». Молодым на сцене не уступают. Все сердечно, с чувством хотим встретиться, пообщаться, рассказать друг другу о своих талантах, которые мы приобретаем, работая в Союзе пенсионеров. Поэтому сегодняшний праздник для нас, он на самом деле праздник, который объединил весь район. Репетиции, концерты, гастрольные поездки занимают все свободное время. Моряки, охотники, пионеры в сценариях, в быту – заботливые бабушки и дедушки. Уверены, творчество продлевает жизнь и лечит от всех болезней. Конечно же, общение дает, настроение хорошее, жизненный тонус. Я вот хожу, пою много лет, больше 30 уже. Со словом «пожилые» категорически не согласны. Возраст для них – это всего лишь цифры. Они, как и всегда, полны задора и оптимизма. На репетицию и в жар, и в холод. Дела подождут, когда душа поет. Активисты славятся не только своими песнями и плясками, но еще и рукоделием. Победителей и побежденных на фестивале нет. Всем коллективам вручают грамоты и подарки. Яна Зенченко, Игорь Попрыга, Новости ОТС. Правоохранители играют в хоккей. Открытие хоккейного сезона 2015-2016 состоялось. В хоккей с шайбой сыграют сотрудники правоохранительных органов и силовых структур, а также представители мэрии и администрации Новосибирской области. Первая встреча прошла в субботу в Ледовом дворце спорткомплекса «Фламинго». Следующая встреча пройдет 18 октября. К этой минуте у меня все новости. С вами была Ксения Чернушевич. Оставайтесь на нашем канале и увидимся. Доброе утро! В эфире новости ОТС в студии Ксения Чернушевич. О фестивале науки, возрождении традиций и новом фехтовальном зале расскажем прямо сейчас. Рассказать доступным языком о сложных физических явлениях и устроить взрыв с помощью бочки жидкого азота. В Новосибирске стартовал фестиваль науки. Занимательные опыты интересны и детям, и взрослым. В этом убедился и мой коллега Сергей Толмачев, который в буквальном смысле слова зажигал на площадке. Температура кипения азота минус 196 градусов. Ледяная кукурузная палочка в жидком азоте. Попробуй. Страшно, но вкусно. Такой химической, но не вредной едой за этим столом накормят всех желающих. А еще устроят газовый фонтан, с помощью огня удвоят объем железных опилок и покажут, как жидкий азот увеличивается в 700 раз. Наливаем его в бутылку и закрываем. Бутылку распирает и происходит взрыв. Чтобы от этого взрыва никто не пострадал, зрителей отводят на несколько метров, а бутылку помещают в бочку. На соседнем столе можно увидеть песню. Именно увидеть. Газовая горелка показывает частоту и длину звуковых волн. В телевизионной студии звук выглядит вот так, а на научном фестивале его рисуют огнем. Я сейчас вижу здесь то, что слышу там. Да, то есть вы сейчас видите именно ту волну, которая звучит звук. Вижу звук. Да. Два дня, 30 площадок, 150 мероприятий. Фестиваль – это не только демонстрация новых технологий, это еще и возможность их внедрения. Одна из задач фестиваля – как раз провести мостик, реальный мостик между передовыми научными разработками, которые даже еще находятся в стадии исследований, и теми вещами, которые будут завтра востребованы каждым простым человеком. Простые школьники сегодня могут почувствовать себя героями фильма ужасов. Несложная химическая реакция и на руках самая настоящая с виду кровь. А можно провести и более зажигательный опыт. Я сейчас попрошу, ну скажем, поджечь мне руку просто, вот она будет гореть, а мне не будет больно. Можно, да? Вот так вот. Вот такая занимательная химия. Самые сложные научные законы здесь доказывают наглядно. Фестиваль продлится два дня, и скучать посетителям любой площадки точно не придется. Ну, очень много всего интересного. Интересные химические эксперименты, потом робототехника. Интересные были взрывы. Там огненное шоу, когда мы на руке. Да. Сергей Толмачев, Алексей Зубила. Новости ОТС. Возрождаем традиции. И еще один фестиваль пройдет в Новосибирске. Называется он «Осеннюю увертюра» – фестиваль ветеранских хоров. На нем раскрываются многогранные творческие способности людей старшего поколения. Участниками фестиваля станут 8 хоров. Это коллективы районов области. Основная цель – сплотить людей с помощью песни. Послушать и даже потанцевать можно сегодня в 11.30 в Доме культуры имени Октябрьской революции. И о спорте. Не на сквозняке, а в комфорте. Любители фехтования оценили, какая связь между хорошими условиями и высокими результатами. В зале, где тренируются будущие олимпийские чемпионы, завершили ремонт. Тему продолжит Кристина Берлизова. В этом спортивном зале всегда многолюдно, даже после уроков. На занятия по фехтованию ходит больше ста детей. Секция здесь 2006 года. И носит имя четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Познякова. Ведь он окончил именно эту школу. За почти 10 лет существования здесь вырастили Яну Обвинцеву, Евгению Карболину и других звезд российского фехтования. Правда, до этого заниматься приходилось в стесненных условиях. Раньше этот зал был очень темный, холодный. Тут зимой постоянно дуло. Ну, в общем, некомфортно было. Сейчас условия улучшились. Я считаю, что для начинающего поколения это оптимальный вариант. Это и близко для этого района, и удобно. В Сибирске региональный центр фехтования вместе с Федерацией фехтования России поменяли в зале окна и освещение. С улучшением условий улучшились и показатели. А тренировки стали эффективнее, отмечают спортсмены и тренеры. Радостнее в зал заходить. Радостнее заходишься. Свет, освещение, понимаете, это как-то приятнее. Это новое. Этот зал не менялся уже, не знаю, сколько лет, 25, наверное, с существования школы, по-моему. В Октябрьском районе реализуют масштабную программу развития фехтования. Работают шесть секций. Село в Новосибирске фехтованием занимается больше тысячи детей, но желающих освоить этот вид спорта намного больше. К сожалению, у фехтовальщиков нет своего стандартного зала. Но, к счастью, он скоро откроется. По федеральной программе и по областной программе такой зал, центр фехтования, откроется на улице Тюленина в Калининском районе. Это современный спортивный зал. Тогда, я думаю, еще прибавится у нас детей. А так, к сожалению, мы второй год не делали наборы в основные свои центры, так как у нас не позволяет зал принять этих всех детей. Региональный центр фехтования планируют открыть в этом году. Он должен решить проблему с дефицитом мест. Кристина Берлизова, Константин Менин. Новости ОТС. К этой минуте у меня все новости. С вами была Ксения Чернушевич. Оставайтесь на нашем канале и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова